тогда мы движемся с тобой дальше к клановому контенту недавно вышла статья довольно интересная и там прозвучали вообще-таки прям сочные подробности там наградок и прочих вещей давай вкратце по новой спецухи даже не по новой спецухи по новой сложности спецоперации героический режим что как куда какого рода кочерги какая награда самое главное ну награда на самом деле она больше в контракте чем самом режиме режим он просто скажем так дополнительные развлечения героический режим спецоперации это принципе та же спецоперация которая есть у игроков повышенной сложности только еще с дополнительными усложняющими факторами принципе они все перечислены и по большому счету это тоже самое но сильно-сильно-сильно сложнее но с более высокой базовой наградой в кредитах репутации ну то есть грубо говоря если ты обычную спецоперацию проходишь раз в три дня получаешь там x4 награде то эту ты проходишь раз в неделю но получаешь там x10 награде она будет только раз в неделю проходится или просто награда награда будет раз в неделю с неделю а так там все равно повышенный фарм как я понимаю да там чуть больше фарм но мы на самом деле не хотим чтобы игроки на постоянной основе фармили эту активность потому что это размывает очередь и портит обычную спецоперацию поэтому лучше игрокам которые там прошли один раз героическую они все-таки возвращались в обычно героическое нужно именно для того чтобы вот вы в пятером вот собрались запотели и прошли получили хорошую награду и успокоились как я понимаю там будет отдельные какие-то наградки до визуал в первой итерации не будет именно отдельных наградок для героической спецоперации в будущем есть мысли как и в других подобных проектах сделать что там что-то может упасть с каким-то маленьким шансом фиолетовый танк скажем какой-то уникальный камуфляжик или какой-нибудь уникальный скраска какая-то уникальная принципе есть мысли подобное сделать а ачивки там будут достижения сейчас но в первой первой версии не будут в будущем если если текущий уровня сложности будет недостаточно и игроки слишком легко будут проходить мы конечно же даваем ачивки можно подогреть кочергу основная ачивка вообще будет это пройти но в принципе это уже ачивка ох я предвижу бомбежечку нормальную стане стане любителей пв е и вообще принципе скиловиков но я понял окей на самом деле было довольно занятно проходить впервые вот эти вот ачивки сложные в обычные спецоперации на безумца там не все получилось с первого раза и вообще в принципе первую задачу например первую ачивку которая пройти за сколько там за 4 минуты спрашивая за 6 мы прошли ровно за 6 минут за 600 что-то с 7 или 6 попытки вот было радости полные штаны ладно я тебя понял то есть это побольше зачем вообще в принципе проходить спецоперацию героическую просто за повышенным фармом раз в неделю но на самом деле как и сказал это активность она скорее поддерживающая дополнительная на большом счет необязательная смысл в том что мы даем альянсом контракты альянс должен выполнить это такая задача как это в лучших традициях социализма плану на кредитив до надо нагриндить там выполнить план тип пятилетку словно говоря и у альянса есть несколько способов как ее сделать там соответственно внутри контракта будет несколько заданий будут задания где нужно погриндить в обычных режимах будут задания где нужно вот пройти спецоперацию на героическом и задание где нужно сделать что-то сложное в соревновательных режимов пвп в столкновении соответственно каждый из этих режимов каждый этих заданий независимо дают звездочки вот эти вот медальки в прогресс общей альянсовой компании ты можешь ходить спецоперации можешь не ходить можешь делать в пвп сложные задания можешь не делать это как говорится up to you но если ты все это делаешь ты выполняешь контракт быстрее если ты все это не делаешь ты выполняешь его дольше то есть это чисто как бы дополнительная возможность она на самом деле сделано для того чтобы скажем так опытные игроки которым скучно просто кататься вот они могли принести большую пользу альянсу пройдя героическую спецоперацию то есть это действительно там будет большой бонус к прогрессу плюс там еще само задание будет давать довольно ценные вкусные награды зависимости от задания там будут во первых специальные расходники уникальные но я смотрел про них честно сказать мне не очень впечатлило кроме расходника там где можно три раза возрождаться вот это прям очень крутая вещь у них нет не было задачи сильно впечатлить это скорее такой как бы загашник полезных штук которые пригодятся в будущем но они чтобы только для героической спецоперации нет они для всего а так они в пвп могут использоваться это обычные расходники которые везде используются вот теперь я понял замысел окей ну то есть смысл на самом деле какой вот эти вот восстанавливалки на полевые наборы которые ставятся три раза они в том числе сделаны под героическую спецоперацию ты проходишь получаешь их в награду и соответственно следующий спецоперации проходить легче это удобно такие же награды лежат и в сложных миссиях в пвп где нужно там убить взводом там 10 человек и еще там что-то там тебе соответственно будут даваться в награду там улучшенное масло и улучшенный там энергетик они на самом деле понадобятся в будущем когда мы введем режимы противостояния альянсов соответственно альянсы у которых таких расходников больше они будут противостояние более эффективно по сути да по сути у них преимущество вот но никто не мешает их использовать в обычных режимах просто вы их там растратить скажем так за вечер про прогуляете но ты потом останетесь без них в важном бою замысел такой но я по на благо они не сильно прям лучше чем обычный лучше чтобы совсем ничего не ломать но они все-таки получше с ними поприятнее вот и плюс за эти задания можно будет получить специальные чертежи для разблокирования модулей циальных модулей грамм и там мы с тобой подходим к самому цимису к наградке за клановый марафон как я понимаю награду можно выбрать ну изначально выбирается какой-то контракт лидером клана и ты можешь выбрать какую-то из машин на выбор насколько я помню фондер болт 9 чалик или миска правильно всего три машины почему над bb пока не хотим вас чем-то обоснованную не очень понимаю потому что это как раз и контент который вы делаете вот этот вот этот контент для наиболее скиловой части населения скиллы не очень любят bbm ки ну это факт да смотри задумка следующая на самом деле сейчас выходит первая итерация 1 1 этап на первом этапе мы решили выбрать наиболее простые относительно простые танки понятные которые скажем получит ну большинство грубо говоря большинство альянсов эти танки получит в будущем система будет развиваться плане того что альянсы будут соревноваться между собой и более крутые альянсы им будут доступно больше танков на выбор которые можно получить в том числе и ббм и какие-то другие поэтому сейчас мы просто говорим о том что в первой итерации мы решили не раздавать все виды наград всем а выдать сейчас кусочек чтобы потом выдать больше может вы просто боитесь поломать рандом ббм коми с модулями на взор хорошо тогда второй вопрос главный задел от этих вот уникальных машин в чем зачем они нужны просто обычным игрокам вот на черта мне чарик новый зачем почему я хочу на самом деле если ты совсем-совсем обычный игрок то скорее всего он тебе не особо нужен он тебе нужен если ты скажем так немного необычный игрок ух ты альтернативно да ну не то чтобы альтернативно одаренный но смотри игрок который прокачивает технику и находится в клане немножко его помогая для него этот танк будет лежать грубо говоря в загашнике и ждать своего часа когда он на него сядет и на нем покатается это скорее награда для тех кто знает как это применять и использовать потому что эти танки они на самом деле как как это объяснить они несколько эксклюзивная в плане своих механик ну я заметил их скажем так оценить сможет человек который уже попробовала их в обычном варианте понял их плюсы минусы и теперь вот хочет попробовать их вот в этом необычном варианте почему не десятки потому что во-первых десятый хотим отдать похоже и для опытных кланов это во-первых а во-вторых чтобы не поломать рандом на десятом уровне потому что танки на самом деле очень мощная то есть мы все-таки получаем но определенного разряда но все-таки палку нагибалку принципе введено да но в умелых руках не понял и ты хочешь на ней не будет ты хочешь сказать что вот эти вот четыре модуля но я напоминаюсь кто-то не в курсе то будет четыре модуля которые кардинально или не кардинально 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 который существенно меняет и тх машины и придают например побольше брони но похуже подвижность выше скорострельность но ниже точность таким образом можно из четырех модулей а кстати сколько можно модули поставить одновременно а самом деле один один но это внутри в улучшениях там будет на выбор один из четырех блин я думал 2 но это было бы слишком круто мне ну просто мне вот очень очень импонирует вариант например воткнуть на бафорда и на фандерболта подвижность плюс скорострельности посмотреть какая там прикольный пол и получится такая шустрая полка и же а именно эту цель мы преследовали когда придумали танки чтобы ты сидел и импонировал разные варианты чтобы поставить как насчет того чтобы поставить на челленджер обзор неожиданный я танка который с броней может тебя обнаружить раньше чем ты его сильно поменять я правильно понимаю что ну вот то есть расчет какой то что девятки в любом случае будет играть с десятками это понятно стопроцентно и они таким образом играя с десятками не поломают рандом однако тем не менее эти машины с такими модулями будет весьма актуальны даже на десятом левеле и может быть чем черт не шутит нам для спецоперации на героическом режиме да эта машина на самом деле они нужны и для спецоперации на героическом режиме потому что дополнительная броня лишней не бывает что прямо вот только эти дополнительные прям дополнительные ну там довольно неплохо стать совсем прям вот хорош настолько хорош что с ним может даже леопард 10 испытывает проблемы с пробитием интересно звучит прям реально интересно это и для этого это сделано и для того чтобы в будущем когда будет клановое противостояние на высоких уровнях эти машины принимали участие и вносили существенный вклад в баланс сил так сказать ну и в рандоме чтобы можно было отдохнуть как-то мне вспомнилась фраза отрастил скилл и умеешь право нагибать да а тут через отращивание скилла получаешь машины тоже имеешь право нагибать а тут через альянс смог собрать хороший альянс умелых бойцов имеешь право отдохнуть а будет ли скалирование задач от количества игроков в альянсе или чем больше тем лучше то есть я понял вы провоцируете людей провоцируем людей объединяться до социализироваться вот я знаю что очень сильно беспокоит людей вопрос почему танки временные да да между прочим у меня немало так горит от того что ну короче смотришь я пишу свои опасения в чем прикол ты значит хреначишь вот вы хреначишь хреначишь на этот танк заработал и дальше как бы ты опять идешь хреначить в рандом ну как бы это типа отдых но на самом деле та же самая работа не многовато ли гринда и задачек и прочих вещей можно ли будет получить эту фиговину как-то побольше чем на месяц или например навсегда и сделать какое-то условие ответ здесь очень простой во первых на самом деле мы изначально и хотели выдавать навсегда но столкнулись с проблемой что во первых что делать если ты их уже все получил а во вторых у нас немножечко это не согласуется с концепцией где мы хотели выдать награду всем участникам контракта соответственно не хотелось бы давать навсегда танк человеку который пришел и там одно задание выполнил сделать сделайте градацию у каждого игрока пусть будет шкала сколько он сделал как бы это уже тогда приводит систему к какому-то странному варианту индивидуальных марафонов только для чего-то нужно быть в клане для этого и скажем чуть хуже работы для социализации поэтому мы решили а и второе что если бы это были танки навсегда пришлось бы делать контракты которые бы выполнялись не знаю там полгода год словно говоря ну то есть долгие нельзя за месяц чтобы взяли и там весь альянс получил там просто не смогли не сможем с такой скоростью танки делать чтобы было жить и например 45 получить это и навсегда чтоб переходила если каждый на самом деле мы придумали нибудь по другую идея да я понял чем ты пришел и придумали немножко другую идею мы решили что контракт альянсовый на самом деле будут не очень долгими для завершения и опытный альянс из 100 человек даже не 100 из пятидесяти человек которые другими играют он выполнит альянс свой контракт за месяц альянс статистов из там 80 человек из 100 человек играющих у нас так такие есть где все 100 человек играют но статистов там нету таких может быть нету но даже такие альянсы смогут выполнять потому что они пройдут спецоперацию они много нагриндят опыта вот они может быть даже быстрее чем за месяц выполнить контракт и фактически получается что игрок который играет активно в активном альянсе он эти танки временные будет получать в среднем каждый месяц а это все равно что он у тебя есть всегда я понимаю но я тебя дуром веду к тому что постоянно нужно гринди то есть ты если вываливаешься из этой скачки ты теряешь плюшку да в этом есть смысл не уме надо вываливаться то есть ну ты должен как хомяк в колесе постоянно ты можешь какое-то время погриндить у себя эти танки по складировать а потом их активировать и кататься и не гриндить а продажи их будет а что хотите а я не знаю но я так чисто спросить на самом деле это интересная тема мы на самом деле об этом думали потому что мы же не будем выдавать танк сразу прям тебе вот в гараж и сразу же аренда на нем пошла не попадать в вкладку товаров он будет там лежать и ты можешь себе их этих танков собирать какую-то коллекцию а потом отойти от дело просто них кататься очень черт не шутик мы может быть и захотим давать возможность их или продавать или может быть обменивать на какие-то ценности например на голду не хочет и катать на танке ну обменяй его там себе на тысячу голды ночью не то есть и такие варианты тоже рассматриваются кстати модули например мы вот они так такими и будут то есть ну на танк тебе чтобы открыть модуль на собрать чертеж чтобы на этот танк чертеж собрал где открыл 2 тебе такой чертеж уже не нужен соответственно мы сделаем так что второй чертеж ты можешь продать за голду я надеюсь если у меня открыт один только модуль и я открыл 2 модами не может выпасть такой же чертеж который у меня есть они рандомно выпадают или по очереди а потом рандомно и там выпадение там рандома не будет там ты точно знаешь какие чертежи ты получаешь и на самом деле тот факт что ты чертежи можешь обменивать на голду говорит о том что тебе пофиг тебе без разницы вы получили тебе тот же чертеж или нет то есть ты на самом деле всегда хочешь получать чертежи да да я согласен в этом плане не стоит рассчитывать что мы там сделаем какой-то чудовищный рандом и это будешь месяц страдать и ждать когда же тебя упадет нужно тебе чертеж просто хотелось бы чтобы ты выформил конкретно вот эти вот чертежи подряд а потом уже какой хочешь что-то пусть выпадать корень с какой из них да так и будет на галдяшку слушаем тобой тобой чуть проще но в целом да так я понял а чертежи получается из кусочков кусочки выпадают в чем заво них в заданиях именно заданиях личных для игрока или каких заданиях личных для игрока которые в альянсе ну например тебе нужно из десяти кусочков собрать модуль кусочек модулей там на каждом танке будет 4 модуля один сразу будет открыт еще три открываются чертежами соответственно у тебя в альянсе есть задание пройти героическую спецоперацию с друзьями выполнишь задание получишь по одному кусочку всех трех модуль а вот даже так ну вот это звучит здорово конечно и пожалуйста выполнил 10 раз получил открылась все десять модулей себе и дальше продолжаешь просто собирать или продавать я понял что ты еще можешь рассказать про клановый контент что-то актуальное что стоит услышать нам ну на данном этапе само собой вот там краешком базу трогали да да нет базу мы на самом деле не трогали мы пока идею спазы отложили у нас есть планах ну вот мы сейчас запустили контракты следующим этапом мы хотим сделать чтобы было какое-то пвп между кланами ротные бои до рейтинга рейтинговые ротные бои чтобы клан мог собрать себе взвод из там десяти бойцов пойти и от сказать поучаствовать вот и работаем над клановым столкновением вообще будет новый режим с новыми правилами и возможно даже новыми наградами да ты чё это что табуретку что золотую под попу ну не золотую табуретку но скажем не все же видели флаги у нас в игре как насчет того чтобы клан покатался с крутым флагом единственное сервере ну если там будет прям такое написано что при объект при гляде на это просто буду дымиться вожделение такие мысли тоже есть мы работаем в этом направлении сейчас но выделять на самом деле игроков которые что-то сделали это очень годная идея очень годная вопрос только в том не будет ли их фокусе ну как бы может быть будут может быть и нет может быть будут наоборот радоваться да не знаю ты будешь какой стране мы живем нас народ довольно горяч на решение скажем так и спор план и тебя понял и раки